Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Также требуется ремонт во дворе. Сейчас объявлены торги среди подрядчиков. Закончить ремонт необходимо к концу декабря. Напомню, что готовится к открытию новое здание налоговой службы на Комсомольской 1. Там разместится городская инспекция. На церемонии открытия ждут руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Программа Экономика. Город должен избавляться от непрофильного имущества. Так глава Нововятского района Геннадий Плехов прокомментировал продажу детского мира, центрального рынка и ряда других городских предприятий в интервью «Бизнес новостям» в Кирове. По его словам, речь о продаже центрального рынка шла давно. Зачем в центре города барахолка? Это не солидно, говорит чиновник. Детский мир тоже давно не несет никакой социальной нагрузки. Это просто торговое предприятие, считает Плехов. По его мнению, городу необходимо создавать места и рынки для продажи местной сельхозпродукции. Экономика. На 101С. В стране вырос объем выданных кредитов. За год он увеличился на четверть, говорится в обзоре Объединенного кредитного бюро. Всего в июле выдано более 2,5 миллионов кредитов общим объемом 423 миллиарда рублей. Рост отмечается в сегменте кредитных карт 14%. Новых кредитов на покупку авто стало больше на 20%. Выданных денежных средств на четверть. Эксперты отмечают, что с начала года рост объема в кредитовании увеличился почти на 30%. В Кировской области также увеличивается закредитованность. Сейчас в расчете на одно домохозяйство задолженность достигла почти 155 тысяч рублей. Уровень закредитованности оценивается в 25%. Это на 3% больше, чем год назад. В завершении о валютах на сегодня доллар 58,55, евро 69,85. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.